Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня речь пойдет о моем выборе семян на 2020 год. И сейчас будет видео о баклажанах, которые росли в прошлом году. И то, что не оставлено, что-то и оставлено, а что-то приобретено впервые. Посмотрим, как это будет расти. Но прежде чем сказать о баклажанах, я вернусь к теме предыдущего видео. Я говорила о фасоли. Так вот, в прошлом году фасоль у нас вот такая меленькая была. Ну, была всякая разная. А вот эта вот меленькая, это заготовлено в автоклаве. Вот это то, что называется в собственном соку. Ну, безусловно, у фасоли нет своего сока. Поэтому это просто помытая фасоль и небольшое количество воды, чуть-чуть соли, изумительно вкусно получается. А вот эта баночка, здесь буквально ложка-полторы томатной пасты. И по вкусу, хотя тут тоже только соль, надо сказать, что вот именно это автоклавирование дает возможность овощу так раскрыть свой вкус, что она похожа. Я никак не могла раньше определить и понять, что же такое добавлялось когда-то, когда-то в 70-е и 80-е годы в банке консервированной болгарской фасоли, которая у нас время от времени продавалась. Ну, так вот, это абсолютно похоже по вкусу на ту вот самую фасоль. Вот здесь вот еще лавровый листик. Ну, в общем, очень вкусно и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве добавок в тот же борщ, или как какая-то часть добавки, допустим, в тушеную капусту, или в какие-то еще блюда. Ну, в общем, очень-очень вкусно получилось. Конечно, хотелось бы в этом году вырастить нечто подобное, чтобы попробовать и сделать. Ну, сейчас речь о баклажанах, и хотя из баклажанов тоже у меня достаточно большое количество заготовок, но они как-то все получаются однотипные. Хотя в этом году я практически не морозила, не особо много их было, баклажанов, но с прошлого года сохранились еще замороженные и порезанные на такие пластины, и на кружочки обжаренные, и сейчас, когда это все достается, размораживается, можно также потушить, дотушить, можно до состояния икры довести, чтобы блендером это взбить, или, ну, как, не взбить, а, наверное, довести до такого состояния размолотого. Можно еще каким-то образом пользоваться этими замороженными заготовками. Ну, в общем, это очень удачно. И что же росло у нас в прошлом году? Это от Деметры Сибирь Солярис. Неплохие были баклажаны. Таких я ошибочно заказала две пачки, поэтому у меня пачка еще осталась. Меч самурая, сейчас вы это увидите. Понравился вот этот баклажан Вера. Ничего не могу сказать о вот этом. Как-то я ему уделила мало внимания, наверное, остроком. И вот такие три гибрида от партнера. Это Рома. Он у нас рос и в позапрошлом году. Фиолетовое чудо точно так же росло. Не помню, вот только заказывала ли я тогда Эпика, или это был заказ прошедшего года. Ну, в общем, вот эти вот баклажаны неплохие. Надо сказать, что часть баклажанов у нас росла в закрытом таком ящике типа парника. Верхушку потом уже, естественно, не закрывали к лету ближе. И в ходе лета, которое летом-то не назовешь. Там надо сказать, что где-то после жары и при наступлении холодов завелся паутинный клещик, с которым, по-моему, борьба оказалась проигранной. Бесполезно все оказалось, поэтому пришлось отбирать листья, пришлось там какие-то бесконечно санитарные обработки в виде там мыльных растворов и всего-всего, и удаления и пасынков, и листьев производить. На земле баклажаны пострадали меньше, но на земле их и было меньше, потому что, когда начались холода и, ну, заливать стало, конечно, никому не понравится, а баклажану это не понравилось более всего, то с земли урожай был собран не настолько большой, но, видимо, баклажанов нам и не требуется столько, сколько мы их выращивали. И, хотя они в прошлом году в рассаде были, ох, как хороши, но все равно, как бы той рассаду там не закалял, не заботился о том, чтобы она уже была подготовлена к высадке в грунт, конечно, даже оказавшись и под пленкой, ну, там и жара, то холод, то жара, все это делает свое дело, все это играет не на пользу растениям. Так вот, видно было, как тяжко им было, но, однако же, выросли. Но в этом году я решила такого большого... А, еще в прошлом году, ну, не попались, у нас внучка любит вот забираться в разные патетики, поэтому не все даже я нашла. Были еще два вида этих китайских баклажанов в больших пачках, ну, я думаю, что все, кто живут не настолько далеко от Китая или кто имеет возможность ездить туда, наверняка либо покупают, либо привозят оттуда пачки с китайскими семенами. Так вот, были у нас похожие на меч самурая такие длинные, тонкие длинные баклажаны китайского пошиба и круглые. Вот круглые мне очень понравились. Не сказать, что они были чрезвычайно урожайные, но, тем не менее, они были. И они росли несколько в ином месте, и, видимо, им там было достаточно хорошо. Они были гораздо позже, чем на основной посадочной грядке, но с них был собран, ну, не знаю, на мой взгляд, вполне себе достойный урожай. Но такие семена кончились покупные, я их рассеяла в неимоверном количестве, поэтому щедро они и раздавались в разные стороны, что-то даже и продалось, на удивление, в виде рассады. Но баклажаны получились вот те хорошие. У меня собраны семена, но семена баклажанные, так же, как, впрочем, и перечные, они все поперепутаны, там неизвестно, какие это сорта, какие это разновидности, что из них получится, посеется оно в смеси, посеется, но до того, как на растениях появятся плоды, конечно, невозможно будет предугадать, что же это такое. Поэтому в этом году выбрано, видите, всего 4, кроме своих, которые будут неизвестно какие, 4 вида гибридов и сортов. Много слышала про король севера, и куплен вот такой. Дальше гибрид Бернар, тоже слышала хорошие отзывы, читала об этом баклажане, попался, решила купить. Ну, это обычный, то, что идет под именем либо Блэк Бьюти, либо вот Черный Красавец, как он здесь и наименован от королевского урожая. И вот второй пакетик с мечом самурая от Деметры, но в Деметровских семенах, сейчас скажу, сколько. Так, 20 штук. Так как у них еще срок использования есть, запас 21 год, может быть, частично и оставлю, все сажать не буду, потому что, ну, на самом деле, баклажанов много в обиходе не нужно. Вот такие мои планы по посадке баклажанов. Если есть у вас какие-то рекомендации или возражения по поводу этого, пишите, пожалуйста. Буду очень рада прочитать комментарии, возможно, что-то обсудить с тем-то. Ну, а пока прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Спасибо.